Продолжение следует... В последнее время нам на канал поступает достаточно много вопросов по этим препаратам, по Симаксу и по Силанку. Мы уже по ним делали видео. Смотрим ссылку на экране. То, что касается конкретно вашей ситуации. То есть, по сути дела, ваш вопрос звучит так. Можно ли использовать препараты Симакс и Силанк в качестве профилактики при большой интеллектуальной нагрузке. По сути дела так. Опять-таки, нельзя сказать, что вот только это и это является абсолютом, который вы можете взять, закапать себе в нос и тогда будет вам счастье. Отлично сданные экзамены, великолепная память, прекрасная концентрация внимания. Все это достигается, естественно, не медикаментозным путем, а комплексными мероприятиями. И учить, естественно, материалы к экзамену надо не только, когда уже, собственно говоря, завтра этот экзамен должен случиться, а на протяжении всего семестра. Но это вещи, которые говорят, наверное, уже не первые и даже не десятые поколения преподавателей. Это вы и так все знаете. Что же касается Симакса и Силанка. Что можно из них использовать и что лучше из них использовать. Оба препарата относятся к нейропептидам. Оба препарата влияют на активность коры головного мозга. Оба препарата обладают наотропным действием, ну плюс к этому Силанка обладает еще и анксиодетическим, то есть противотревожным действием. Что лучше использовать? То или это Силанка или Симакс? И можно ли их использовать вообще? Ну, если говорить о том, можно ли использовать вообще, то как средство профилактики, наверное, да. Тут я бы сказал, что оба этих препарата с высокой степенью вероятности могут подойти именно как средство психопрофилактики, либо поддержки человека при большом объеме интеллектуальной нагрузки. Говорить об этом можно за счет того, что оба препарата имеют, в общем-то, крайне незначительность в перечине противопоказаний. Опять-таки, это лучше смотреть на сайте производителя. И в то же самое время достаточно хорошую переносимость. В чем, собственно говоря, у меня была возможность убедиться на основании наблюдения тех пациентов, которые у меня его принимали. Это касается и Симакса, и Силанка. То, что касается наотропного действия, что вот так вот замечательно улучшится активность мозга, появится какая-то супер память, супер запоминание. Ну, тут это вряд ли, конечно. Как я уже говорил, память надо тренировать. Тут могут быть использованы не только эти препараты, может быть использованы фенотерапил, может быть использованы тоже самые перцетам, могут быть использованы самые разные препараты. Но никакие препараты не делают память человеку лучше. Они помогают в большей степени тогда, когда эта память или это внимание чем-то ослаблены. Чем могут быть ослаблены память и внимание в случае подготовки к экзамену? Ну, как правило, это что? Это избыток информации, это перегрузка, это хроническая иногда усталость, это бессонница. В этом случае, да, и Силанг, и Симакс обеспечивают некоторую нейропротективную защиту, хотя термин нейропротекция вообще весьма относительный в плане доказательной медицины. Считается, что и наотропы, и нейропротекция, это так, вещи не вполне доказаны, но тем не менее, тем не менее, из того, что мы имеем на сегодняшний день, использование Симакса или Силанга, или даже оба препарата могут использоваться одновременно, и Симакс, и Силанг, ряд моих пациентов получали именно такое назначение, и, в общем-то, отмечали некоторые улучшения своего состояния, как по направлению тревожности, то есть снижению тревожности, естественно, так и по некоторой активации. Не абсолютные, как я уже сказал, не супер память, не супер внимания, но тем не менее, в качестве поддержки при сессии, при подготовке к сессии, я думаю, что эти препараты вполне могут быть использованы. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.мер и на нашем канале, на портале YouTube. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.